Эту узкую тропинку протоптали сами жители, в то время как на другой стране коммунальщики орудуют лопатами. Население не понимает, почему каждую зиму приходится буквально пролазить через снежные завалы моста. Мне очень тяжело с больными ногами ходить. И у нас много пенсионеров, которые вообще не могли даже сюда прийти, выступить и сказать. Они бы сами взяли в руки лопаты, да только силы не тем. Юлии Васильевне 75. В ее возрасте не то, что снег чистить. Пройти через завалы – непреодолимый марафон. Нет у нас в поселке газетного киоска, нет аптечки, нет у нас. Хожу за лекарствами, за газетами, все, хожу в город. Ходит она на Большую землю и к своей подруге Людмиле. Дружба двух старушек под угрозой каждую зиму. Говорят, если большой снегобат, лучше дома отсидеться. Ноги-то не казенные. Тоже так же мучаешься, идешь, невозможно ходить по сугробам. Идешь прям, ноги болят, честно слово. Старушкам тем более обидно, ведь мост очистит проезжую часть. А вот о пешеходах почему-то забывают. Общественный транспорт тоже не выход. Чтобы проехать всего одну остановку, надо оплатить по полному тарифу. Выгоднее пройтись. Это очень начетисто нам, пенсионерам. Пенсии у меня 5400. Быстрее всех на просьбы людей откликнулись в администрации Южного округа. Почему каждый год спецслужбы делают медвежью услугу населению, расчищая не ту сторону моста, на этот вопрос нам, конечно, не ответили. Но помочь народу пообещали. Завтра в течение дня работа будет выполнена. Спокойно люди будут пользоваться. Там ручная работа должна быть. Завтра будет сделана. Больше такого мы не будем допускать. А пока люди ждут обещанного, снег сам, увы, не тает. Жалуются, сегодня опять выпало много. Значит, тропинку завтра придется снова протаптывать. Ольга Патрушева, Станислав Даминов. Наше время.